Каждая из шести фур должна вместить до 20 тонн коробок с вещами. Сухие пайки, медикаменты, одежда, сплетенные вручную маскировочные сети. Из военного оборудования дроны и противодроновые ружья, тепловизоры, дизельные и бензиновые генераторы. Вещи, необходимые для выживания в окопных условиях. Погрузкой занимаются около 50 человек. В этом году у нас, так как июль месяц, это уже седьмая отправка, но в этом году она будет самая крупная. Этот груз мы собирали ровно один месяц. Сегодня отправляются уазы-буханки, уазы-хантеры. Это они в трехдвере и пятидвере. Это отправляются баги, мотоциклы кроссовые, мотоциклы с люльками и квадроциклы. Собирают груз, исходя из запросов военнослужащих в зоне СВО. Многие посылки направляются лично в руки конкретному бойцу. Коробки подписывают. Но добровольцы стараются собрать все – от салфеток до теплых носков – на целый отряд или подразделение. В этот раз в каждой фуре есть и отдельная коробка подарок – от переселенцев из блокадного Ленинграда, живущих в Барнауле. Там сладости, теплые вещи, полотенца, а главное – письма с пожеланием вернуться домой. Каждый хочет помочь своему родному человеку, дать ему чуточку внимания, чтобы он понимал, что его родной район, а не просто краевой центр, про него не забыл. В основном, что приносят, то, что по запросам военнослужащих требуется. Также, если про Калманский район говорить, то мы изготавливаем маскировочные сетики, киморы, супчики, которые быстрого приготовления, сбор овощей, также производятся жителями Калманского района. Надо сказать спасибо, огромное благодарность всем, кто помогает неравнодушным, поддерживая наших защитников. К сбору гуманитарной помощи подключаются неравнодушные не только из Алтайского края, но и из других городов России. Каждый надеется, что месяцы безвозмездной работы не пройдут даром. И скоро сбор гуманитарки закончится. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.